Я не знаю, что у меня нашло. Я просто сорвался, и ты ведь знаешь, как мне сейчас тяжело. Ладно, не бери в голову. Ты должен понимать, что сделал Хлое больно. Она же любит тебя. Как ты мог применять её на эту шлюху? В том-то и дело, что я не спал с ней. До сегодняшнего дня. В смысле? Ты хочешь сказать, что... Да, Хлоя ревновала меня понапрасну. Мария просто олипла ко мне. Ничего не было, кроме поцелуя. Так ты всё-таки признаёшь свою вину? А что значит до сегодняшнего дня? Понимаешь, я был расстроен. Я думал, что она может выслушать, поможет. А тут... Ты с пятим? Это же Мария! Ты сама не лучшая. Ты забыла, что Тео её бывший. Давай ещё меня во всех грехах обвини. Между прочим, я встречала с ним, когда они уже расстались. Господи, мы идиоты. Говори за себя. Я лично ни перед кем не виновата. Разве только перед Сэмом. Ты два раза была замужем и... Стоп! Я только сейчас понял. Не пугай меня. Господи, да говори ты уже! Мари, она везде. Ты можешь говорить понятней? Я не Хлоя, мне нужно проще объяснить. Смотри, Мария бывшая девушка Тео и Сэма. А кто они тебе? О боже! Мои мужья! А сейчас она переключилась на меня. То есть ты предлагаешь мне стать твоей женой? Господи, Натали, в худушке ты была умнее. Если тебе нужна моя помощь, то не оскорбляй меня. Я могу просто развернуться и уйти. К тому же, у меня сегодня еще встреча. Извини. Просто я понял, что именно она является яблоком раздора. Ее всего лишь нужно отправить куда подальше. Отличная идея. И как ты это сделаешь? Отправишь бандеролью? Только не смей там дырочки прорезать. Зачем бандеролью? Мы просто взим ее куда-нибудь и оставим. Ага. А ты думаешь, она не сможет вернуться? Мы должны найти ей достойную замену тебя. Где-нибудь так на Тайване? А почему именно там? Да просто слово прикольное. Тайвань. Ладно, мне пора бежать. Держи мне в курсе дела. Тайвань, говоришь? Что ж, будет тебе Тайвань. Эй, ты чего? Кончай медитировать. Но я должна оставаться в форме. Смотри, у меня опять появилась складка на животе. От того, что ты уходишь в астрал, складки не исчезают. Чонна, открой. Иди домой. Я с ним больше возиться не буду. Это выше моих сил. Но мы так на нее и не вышли. А он был нашей последней надеждой. Почему ты сразу его не спросила? Он бы попытался нам помешать. Ладно, сестренка. Переходим к плану Б. Ты не скроешься от нас, Натали. Только не говори, что ты разлюбила Розы. Я разлюбила тебя, а не Розы. Забудь тот случай. Легко сказать. Я до сих пор чувствую те шипы, которые вонзались в мое тело. Шрамы украшают мужчину. Я надеюсь, после сегодняшнего утра ты вернешься ко мне? Тео, родной, я тебя, конечно, люблю, но твой дом просто срань господня. Спасибо. Он тоже по тебе очень скучает. Но если бы ты еще немного потерпела, то увидела бы новый дом. Неужели ты за месяц исправился? Не верю. Поехали. Убедишься. Думаешь, я откажусь? Если это еще одна срань господня, то ты попал. Думаю, что за 20 миллионов будет что-то стоящее. Сколько-сколько? Ему лучше. Как часто это повторяется? Практически каждый день. Он все время остается один, пока я работаю. Поэтому он связался с ним. Мать умерла пару лет назад. Я обещал присмотреть за отцом, но в одиночку это сделать трудно. У тебя есть друзья? Девушка? Моим образом жизни точно не до отношений. Да и город у нас маленький. Разве что Кэндис. Но ей бы за своим отцом следить. А чем ты занимаешься? Я чуню машины. Один механик на весь городок. Мне нравится этим заниматься. Но порой забываешь о другой стороне жизни. Об отце. Со мной было так же. Я жила своей работой. И мой муж ушел на сторону. Самое интересное, что с работы меня тоже уволили. И теперь я здесь. Сама не знаю почему. А может это не случайно? Время покажет. Пока я просто изучаю мир за пределами своей прошлой жизни. И знаешь, мне нравится. Я никого не жду. Я тоже. Может это Виктор? Сейчас я вам покажу, как гробить жизнь людей. Не надо. Алекс, положи биту. Да это я, Алекс. Нехорошо так гостей встречать. Кэндис? Мы думали, что это твой отец. Если мой отец любит выпить, это еще не значит, что на него нужно нападать с битой. По крайней мере, ему хорошо достается от мамы. Ты что-то хотела? Просто решила узнать, вернулся ли ты. О боже. Ванесса. Я только сейчас о ней вспомнила. А что с ней? Ее мать умерла. Какой кошмар. Как мне попасть в церковь? Верх до упора. Давай я тебя провожу. Не надо. У тебя гости. Я не заблужусь. Странная девушка. Она же ее совсем не знает. О нет, приятель. Давай домой иди. Ну, Мария, выслушай меня. У тебя 10 секунд. Прости меня, солнышко. Я не знаю, чем думал все эти дни. Ты мне одна нужна. Самые бесполезные 10 секунд в моей жизни. Зачем ты так? Я же знаю, что ты меня любишь. Прости, но я встретила мужчину своей мечты. И кто? Ты его прекрасно знаешь. Это Макс. Макс Веллингтон. Блин, хоть на Антарктиду ее посылай. Куда же ее отвезти, чтобы она не вернулась? Может, правда, в Тайвань? Ладно, поразваем специалисту. Телефон. Не нужно ответить. Да хрен с ним. А вдруг это очень важный звонок? Ну, подожди меня. Я быстро. Слушаю. Только не говори, что ты занята. Эм, я занята. Ты должна мне помочь избавиться от Марии. Но ты же знаешь, я всегда за. А потом вернуть Хлою. Родной, ты же знаешь, что это моя мечта. С кем это ты там разговариваешь? Я больше не могу говорить. Куда мне ее отправить? Я уже все передумал. Все, пока. С кем это ты тут флиртуешь? Да, кроме тебя и не с кем. Я знаю этого засранца. Да, это же Макс. Все никак не разберется со своей женой? Да нет, на этот раз он не может разобраться с Мари. С кем? Понимаешь, он ей изменил с Мари, вот и Хлоя от него и ушла. Это похоже на Мари. Что ж, если моему другу нужна помощь, то я в деле. Ты даже не представляешь, как я рада слышать эти слова. Что ты думаешь о Хлое? Мама говорит, что она здесь не просто так. Возможно, она скрывается от полиции. Бред. Она и мухи не обидит. Просто появились обстоятельства, которые на нее повлияли. Что это за обстоятельства? Я не думаю, что тебе стоит это рассказывать. Ты еще ребенок. Мне 16, Алекс. Я уже взрослый человек. Прости, но я не могу ее предать. О каком предательстве ты говоришь? Ты знаешь ее меньше суток, а меня целую жизнь. Я единственная девушка, которая хоть как-то проявляет к тебе интерес, но ты не хочешь мне ничего рассказывать. Тебе лучше уйти. Да я сама здесь не останусь. Да я сама здесь не останусь. Можно? Да, пожалуйста. Вы тоже кого-то потеряли? Да. Своего ребенка. Я боялась, что он будет никому не нужен и... Я потеряла маму, но почему-то даже не могу заблакать. Вы можете считать меня кем угодно, но мне ее нисколько не жаль. Я понимаю вас. Потерять ребенка – это ужасно. Это я во всем виновата. Не нужно так говорить. Бог посылает нам только те испытания, которые мы можем преодолеть. Наверное, я очень сильно разом послал мне такую мать. Нам нельзя здесь оставаться. Нужно выйти на воздух. Вы правы. Как вас зовут? Хлоин. А меня Ванесса. Ты спятила, разрешилась на такое. Не тебе меня учить. Я всегда добиваюсь того, чего хочу. Но он же женатый человек. Ладно, бросай меня, но не разрушай их враг. Я столько браков уже разрушила, пока мне все сходило с рук. Ты сумасшедшая. Как я мог быть таким слепым? Ну, нам же было хорошо вместе. Просто сейчас началась другая пьеса, а ты уже не входишь в ее актерский состав. Зато я смотрю, ты универсальная актриса. Хм, нет. Тебя нужно остановить. И что же ты сделаешь? Выпусти меня немедленно, Сэм. Это не смешно. Прости, родная. Но что-то хорошее я должен делать в этой жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова